Всем привет, друзья! Вы на канале Qt.ru, я Андрей, и сегодня говорим про недорогой Huawei, а точнее смартфон Huawei Honor 8A. Моделька начального уровня от компании Huawei, и на самом деле, на удивление, вот этот смартфон меня прям порадовал. Сейчас подробно обо всем расскажу, посмотреть в каких цветах есть, а цвет здесь отдельный вопрос. В каких версиях и сколько это все стоит, можете по ссылкам под видео. Переходите, покупайте как этот смартфон, так и что-нибудь еще в магазине Qt.ru. Приятные цены и 3 года гарантии. Что касается Honor 8A, надо понимать, что, конечно, вот у меня от этого смартфона особо ожиданий не было. А какие ожидания от смартфона, которые стоят, ну, до десяточки? Ну, тем более, что вот только вот только вышел. Да, здесь есть NFC. Вот сразу жирный большой такой плюс. Камера одна, зато апертура 1.8. Меньше чем 10 тысяч. Батарейка вроде как 3 тысячи, но по факту оказалось все неплохо. Смартфон собран из таких компромиссов, но действительно за свою цену он меня порадовал. Допустим, тоже самый внешний вид. Ну, я понимаю, что пластик. Никаких вопросов нет. Ну, посмотрите, как они обыграли прикольную заднюю крышку. В более дорогих они обыгрывают это еще лучше. Там стекло, которое вот одна часть одного цвета, другая другого. Здесь одна часть глянцевый пластик, красивый переливающийся. Другая часть матовый пластик. Здесь вот, собственно, надпись Honor идет. Причем это как для синего цвета, вот симпатичный выглядит, как даже в черном. Вот черный красивый смартфон. Вообще для меня это в основном нонсенс, но вот здесь вот дизайн этому смартфона можно занести определенный плюс. И причем с дизайн задней крышки. Потому что с лицевой стороны все банально и просто, и здесь даже смартфон есть за что поругать. Большой, прям большой толстый подбородок с нижней части, на котором еще надпись Honor нанесена. Сверху аккуратная капелька под селфи-камеру. И на самом деле рамки не могу сказать, что прям тонкие. Рамки такие ощутимые. Ассоциацию у меня вызывает с iPhone XR. Вот у них примерно одинаковые площади экранов. И вот примерно одинаково выглядят они вот так вот с внешней стороны. Но при этом это, сами понимаете, не минус. Это плюс. Все равно выглядит смартфон вполне себе. То есть понятно, что у более дорогих Huawei, у более дорогих смартфонов тоньше рамки, тоньше подбородок и так далее. Сверху у нас здесь разъем под наушники, дополнительный микрофон. Снизу microUSB для зарядки, две прорези по динамике, но динамик здесь один. Второй это фальш, там находится только микрофончик. На задней спинке одна невыступающая аккуратная камера. Здесь же вспышка и датчик отпечатка пальца. Как бы вы смартфон не держали, этот отпечаток попадает вам сразу под палец. Поэтому, ну, габариты смартфона еще раз помечаем. Очень удобно все продуманная эргономика. По поводу дисплея здесь, на самом деле, сказать что-то как плохое, так и хорошее особо не могу. 6,1 дюйм практически диагональ, разрешение HD+. Используется в данном случае обычная IPS-матрица. Качество экрана очень даже неплохое. Мне нравится, опять же, запас по яркости, он здесь хороший. Вот на солнце сейчас уже солнечные дни к нам пришли. Экран не воцветает полностью, то есть картинка на нем различима. Хотя вот, допустим, на средней яркости уже здесь видно все плоховато. Поэтому эту яркость рекомендую здесь включить. Если кому-то хочется, темную область наверху экрана можно скрыть. Причем скрывается она очень аккуратненько. Здесь все-таки, правда, не AMOLED-дисплей. Поэтому, если приглядываться, видно, что этот цвет несколько более светлый. Но кому-то этот функционал мог потребоваться. Ну и, конечно, порадовало. Я не сразу это нашел, что кнопки на экране можно скрыть и управлять смартфоном жестами. Хотя мне почему-то все равно осталось удобнее управлять этими кнопками. Конечно, лучше эти кнопочки скрыть. И экранчик становится визуально как будто еще больше. А вот с производительностью телефона не все так просто, к сожалению. Используется современный неплохой процессор от компании Mediatek Helio P35. И 2 гигабайт оперативной памяти. И вот оперативная память, это здесь самый тонкий момент. На самом деле процессор, он действительно неплох. В Antutu он набирает вполне прилично, опять же, для данного ценного диапазона практически 80 тысяч баллов. Но вот у меня набрал первый прогон 75 тысяч баллов. И вполне неплохое видеоядро в том числе имеет. Перспективно он может запускать даже какие-то игрушки достаточно сложные. И вот, допустим, в повседневной жизни в самой системе смартфон работает очень шустро. Все открывает быстро, все загружается быстро, ничего особо никак не подтормаживает. Но если говорить про оперативную память, вот здесь, конечно, боль. Потому что и самой памяти немного, и в вершине ко всему она еще и достаточно медленная. Как следствие, ставите сюда какие-то приложения, начинаете играть какие-то сложные игрушки. И очень сильно падает производительность. В сложные игрушки типа World of Tanks можно вроде бы поиграть, но можно будет играть комфортно только на минимальных настройках. Для игр этот смартфон, по сути, наверное, не подходит от слова вообще, если только играются какие-то совсем простые игрушки. Для этого, пожалуй, хватит. Ну а как рабочая лошадка смартфон вполне себе неплохо. У меня вопросов к нему по производительности здесь не возникло. А вот чем еще смартфон порадовал, так это камерами. Если селфи-камеру можно еще как-то оставить за рамками, вроде как на 8 мегапикселей. И вроде как есть даже дополнительные вот эти улучшайзеры от Huawei, но могу сказать, что вот селфи-камера меня здесь не удивила практически никак. Да и в смартфонах где-то за до 10 тысяч рублей мало какая селфи-камера может удивить в позитивную сторону. Она как бы есть, она умеет что-то снимать и сковать ваши дефекты лица, но вот как бы на этом все. А вот основная камера меня действительно неожиданно приятно удивила. Она одинарная на 13 мегапикселей, но еще раз напоминаю, апертура 1.8. И понятно, что здесь используется простенькая матрица, да и понятно, что здесь используется все-таки простенькая оптика. Но действительно за эти деньги меня очень порадовало, как смартфон снимает в режиме хорошего освещения. То есть на солнце где-то в помещении при вот опять же хорошем свету смартфон делает очень приличные снимки. Хорошие цвета, хорошая детализация, прям смартфону зачет действительно. Как только освещение падает, Honor 8A начинает не вытягивать, сильно появляется много шумов, начинаются смазы какие-то. Но все равно на самом деле меня камера даже в темное время суток, даже в сложном освещении удивила. Ну действительно, как может опять же она снимать. Поэтому вот за камеру, основную в первую очередь, эту смартфону точно он поставит зачет. Хотя по части видео никаких сюрпризов. Видео пишет максимум Full HD и мне она не особо понравилась. Оно есть, оно несколько подрагивает, но в принципе опять же служит для того, чтобы наверное по большей части просто было. Вот в части фото смартфон определенный зачет. По батарейке я тоже много не ожидал, но смартфон тоже приятно удивил. Батарейка на 3000 мА и заряжается все это через microUSB. Причем в комплекте идет зарядник на 1А, за счет чего заряжается он полностью больше 3 часов, 3,5 часа практически. Однако можно его заряжать еще от 2А зарядника. В данном случае смартфон заряжается чуть менее 2 часов, то есть получается быстрее намного. Самое главное это конечно время работы. И здесь получается, что невысокое разрешение дисплея и очень, очень даже современный процессор, несмотря на то, что это Mediatek. У многих есть какие-то предрассудки относительно этих процессоров. Смартфон живет неожиданно долго. Данный смартфон крутит видео на максимальной яркости больше 10 часов, иногда даже до 11 часов. Даже играть на нем можно что-то около 5 часов без остановки, если вы найдете опять же в что играть. Этот смартфон в повседневном режиме у меня жил где-то дня полтора-два. Показатель очень даже годный. Здесь автономность тоже можно занести в плюс, что опять же достаточно неожиданно для меня. По части связи никаких сюрпризов. Wi-Fi на 5 Гц так и не завезли. Хотя вот NFC за это огромный плюс. Wi-Fi на 5 Гц нету. За это огромный... Не огромный, но все-таки минус. Две сим-карты есть. Причем, напоминаю, они работают надовременно с карты памяти. За это тоже, пожалуй, плюс. Ну а все остальное с точки зрения качества приема сигнала, с точки зрения Bluetooth, навигации, вопросов к этому смартфону у меня лично нету. Как в принципе нету никакого вопроса и по звуку. В данном случае используется всего лишь один динамик. Громкость у него откровенно средняя. Не хватает немножко каких-то низких частот, но в принципе пропустить звонок будет сложновато. То же самое касается и звучания через наушники. Ничего особенного. Смартфон звучит как обычный смартфон. Если захотите, то в настройках можете поменять по себе звучание во встроенном эквалайзере. Подключаете наушники, заходите в настройки и звучание под себя поменяете. Функционал для этого есть. Ну и работает смартфон операционной системе Android. Это с девятой же Android сейчас версии. И оболочка компании Huawei Emotion UI. Функционал частично я вам уже рассказывал. Это можно скрыть кнопки, управлять жестами. Есть лабрекировка по лицу, есть углубленная работа с той же самой батареей. Какой-то даже встроенный антивирус. Функционал оболочки очень богатый. Подробно про него рассказывать не буду. Но вопросов каких-то проблем по работе этого смартфона за время тестирования у меня не возникло. Единственное, что отмечу, традиционно для последних Huawei многовато мусора здесь по умолчанию стоит. То есть включаешь смартфон, у тебя здесь стоит уже какой-то букинг, какие-то непонятные инструменты. Зачем это все нужно? И везде торчит Яндекс. Многим это покажется лишним. Давайте подведем итог по данному смартфону. Я много от него не ожидал, потому что смартфон недорогой, да и Honor A линейки обычно работает, звонит и как бы ладно. Но в данном случае вот Honor 8A меня приятно удивил. Даже когда я его достал из коробки, оказалось, что он, на удивление, неплохо выглядит. Это раз. Во-вторых, имеет большой дисплей, хотя и вот эти толстые рамки, конечно, но опять же большой дисплей за эту цену и вполне неплохого качества тоже можно занести определенно в плюс. Очень порадовала основная камера. Действительно, за эту цену, наверное, надо поискать, кто еще будет лучше снимать. Поэтому это, пожалуй, еще один плюс. Наличие NFC и неплохая автономность, опять же, добавляет этому смартфону плюсов. Минус, конечно, он есть. Наличие всего лишь дуги оперативной памяти и при этом память медленная, поэтому вроде как неплохой процессор и энергоэффективный, но вот медленная память и мало памяти в этом смартфоне, конечно, плоховато. Не так много людей, на самом деле, играет в игрушки и при этом покупает смартфоны вот нижнего диапазона. В основном все понимают, что если ты играешь, надо как минимум хотя бы тысяч 15, а то и больше. Во всех остальных случаях смартфон меня действительно приятно удивил, поэтому совершенно спокойно, без зазрения совести, рекомендую. Посмотрите по ссылке под видео, в каких цветах этот смартфон есть, сколько он сейчас стоит в магазине Q.RU и покупайте. Если остались вопросы после этого обзора, то задавайте их под видео. Если этот смартфон у вас есть, делитесь своими впечатлениями в комментариях, буду вам за это благодарен. На этом хочу свой обзор закончить. С вами был Андрей, команда Q.RU. Подписываемся, ставим лайк. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok